Здравствуйте, дорогие радиослушатели, слушатели, зрители! Добро пожаловать на еженедельные лекции. Недельная глава Лех Лахо начинается с испытанием, которое Всевышний дал Аврааму. Он ему говорит, иди в обетованную землю. То есть новое действующее лицо, которое на самом деле появляется в прошлой недельной главе, в конце прошлой недельной главы, это Авраам. Он еще не Авраам, а Авраам. И Всевышний говорит ему, иди, все бросить надо, иди в обетованную землю. Интересно, Всевышний ему обещает очень много хорошего. То есть хоть это испытание, с одной стороны, но с другой стороны он ему говорит, чтобы он не переживал, и я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя. И потом интересная фраза. И я, написано, я благословлю благословляющего тебя, а проклинающего тебя я прокляну. То есть это двойное обещание, что тот человек, который будет благословлять Авраама, будет благословлен. Человек, который, наоборот, будет Хасвишалом проклинать, будет проклят. И эта, кстати, фраза не только относится к Аврааму, и касается Авраама, это касается всех его детей, поскольку Авраам это наш праотец. То есть евреи, благословленный народ, в том смысле, что любой человек, кто бы благословлял еврея, будет благословлен, это избранный народ, и наоборот, проклятый и проклятый. Но интересно, если вы посмотрите, немножко изменена фраза. Когда дело касается благословления, так написано, что Всевышний благословлит благословляющего. То есть сначала написано, что Всевышний делает, сначала ставится глагол, что Всевышний благословит того, кто благословляет тебя, а проклятый, проклинающий тебя, тут уже наоборот, тут начинается с проклинающий тебя, будет проклят. То есть поменяли местами. На самом деле можно сказать, что просто стилистически так красивее, но клеёк, родина с классических комментариев в Торе, в Хумаш, говорит очень интересную вещь. Клеёк говорит, что когда дело касается всего-то хорошего, ещё до того, как вы кого-то благословили, вас Всевышний уже хочет благословить. И я благословлю благословящего. То есть ещё до того, как он благословил, Всевышний уже обещает. Почему? Есть интересное правило. Когда человек уже хочет что-то сделать хорошее, уже сама идея, само желание сделать что-то хорошее, уже за это Всевышний хочет его отблагодарить и наградить. Наоборот, если кто-то хочет сделать что-то плохое, обычное, подчёркиваю, обычное, бывает исключение, но обычно Всевышний не будет наказывать за желание. Если не дай Бог, человек что-то сделает плохое, он таки будет наказывать, но за желание обычно Всевышний не наказывает. То есть ещё раз, за хорошее желание, уже за само желание. Всевышний даёт награду, но не наоборот. и поэтому клеока подчеркивается что всевышний говорит что я буду благословлять уже сразу до еще до того как он благословил благословляющего а с проклятиями да я сужу кто-то проклял будет проклят но не до того как он проклял пока что что интересно мы видим что даже человек который хочет кого-то благословить уже получает какую-то браху и это важный человек любой человек должен себя приучить только не только говорить хорошо других даже думать очень важный момент когда мы о ком-то говорим к с кем-то разговариваем на себе причине что вы проходите раме часто говоришь что когда он проходил мимо какой-то и шивы уговорил пусть все ученики это решила все мне будет хорошо я сумел какая-то еврейская мама идет с коляской по себя не надо кстати этой человеку говорить можно по себя там шепотом сказать что большом дал здоровье этой маме и да да здоровье всем этим детям чтобы не было на себя приучить благословлять потому что все мы хотим быть благословленными правильно все хотя чтобы у нас все было хорошо все мы с вами хотим что у нас было то что называется браха так я очень легко за получить если вы приучить будете благословлять других всевышний вам будет давай броху нас тут подчеркивается еще момент надо приучить себя даже думать правильно и не дай бог аз вышло мне дай бог много раз не наоборот когда человек начинает проклинать это очень опять запрещено по торе в торе написаны запреты прямые запреты что проклятие никто и проклятие просто нельзя проклинать но даже сам факт что качок знаешь что если я скажу какое-то проклятие против другого я получаю проклятие зачем такое надо какой нормальный здоровый человек будет это делать и думать даже надо приучить себя не думать плохо когда мы видим весь его когда человек приучить себя это может занять время вы перестанете обращать внимание на негативные на плохие вещи все те плохие вещи которые вокруг вас происходят да мы живем среди людей эти люди к сожалению иногда делают ошибки иногда бывает неприятные ошибки глупые ошибки они на доставляют иногда больно до физическую надо денежные иногда бывают какие-то ущербы на на себя причине ничего страшного если человек сидит за рулем он видит как другие водители не умеют вести машину ну и что значит другое хоро 6 надо и благословения чтобы они научились чтобы они научились ввести машину всегда можно где-то что-то найти хорошее и если человек с это приучит делать у него будет блага он был благословенный человек и более того все мы знаем что есть люди с которым приятно общаться с которым приятно с ними разговаривать с ними просто прятать с ними есть люди которые немножко наоборот обычно если ваш собеседник положительно настроен неприятно говорить не все хорошо не все здорово у него приятно его спросишь как твои дела да все хорошо с улыбкой есть люди с которыми неприятно разговаривать потому что каждый раз когда вы их встречаете вы хотите переходите дорогу потому что он сейчас вас опять встретил что-то обращает рассказывать все свои цуры все свои проблемы просто неприятно поэтому если я хочу быть браха в аверхо и получить браху тогда нас просто надо же и благословленную жизнь тогда бог нас благословит дальше в этой же идея на самом деле в недельной главе очень много всего происходит точно стычка недельная глава мы будем буквально избранные моменты разбирать с авраамом пошел его племянник причем он не просто был племянник у кроме это еще был брат сар никто не учат это внимание лот во первых лот был сыном брата авраама но кроме этого он еще был братом сара сара была на самом деле племянница евро был близкий родственник и где то что лот сразу пошел вместе с авраамом то есть на самом деле положительный момент и потом они оба разбогатели несмотря на то что они вроде бы покинули переехали и одна из вещей что всевышний при то что всевышний на самом деле пообещал авраам что нибудь благословение действительно они действительно оба разбогатели тут начинается проблема написано в торе и у лота который ходил с авраамом тоже был мелкий крупный скот причем подчеркивается ходил с авраамом ну что он получился всю эту браху из-за своего дяди потому что авраам был благословленный и поэтому рот тоже получил и у него было очень много всего и написано поскольку у него всего это было и не поместильно было земля них не хватало места на земле для них чтобы жить вместе ибо имущество их было велико и они не могли жить вместе так повторение написано что на земле не было достаточно места жить вместе ибо и них было очень много имущества и они не могли жить вместе начале предложения уже было сказано что они могли жить вместе есть очень интересный момент который к сожалению часто встречается у людей ссоры разногласия махлойка на каком языке как бы это не называли очень часто они начинаются очень просто и безобидно то есть начинается что там действительно было было мало места мы к этому вернемся какой-то случай было мало места сколько там уже было что было мало места причем интересно договориться это было в арицесре это была земля израиль написано что земля израиля это называется эритцви земля оленя есть так можно сказать олень его шкура очень можно растянуть написано что когда если вы снять снять шкуру с оленя вы увидите что как будто шкура меньше чем сам оленя как это вообще не поместился написано что эритцви эритцесраэль она как бы растягивается чем больше там живет людей тем больше поместится там могут быть миллионы жить достаточно места если тоже от меньше то есть то есть эта эритцесре talked там не было местом мы к этому вернемся написано что не было места так если вам было говорить поговорить почему нет места может какие-то разногласия но проблема в том было что это не произошло и потом они просто не могли жить вместе заканчивается это предложение и они не могли жить вместе уже забыли причину уже забыли чего это все началось. Началось, может, там два пастуха поссорились. Я не знаю, там один барашек побежал, другой барашек, не хватило ему еды. Не знаем мы четко как произошло, есть разные комментарии. Но началось это с того, что не хватало может быть места на земле. Но когда уже махлойкость и продолжается и продолжается, дошло до такого, что они не могли жить вместе. Все. Потом Абрам так и говорит, что извини, если ты идешь направо, я налево, если ты налево, я направо. Гемора говорит, что спор это как трещина в желбе, когда там река растекается. Построена труба, если в этом желбе, если в трубе есть маленькая трещина, так вода, которая поднимет и чёт, она будет потихоньку, потихоньку, эта трещина станет больше, 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 пока она все не треснет. В дамбе и так далее. И махлойкость очень так же работает. Начинается все с маленькой трещины. И потом, если это сразу же не прекратить, не заклеить, не починить, это будет расти, расти. И потом, очень часто, к сожалению, люди уже даже не помнят, от чего этот махлойкость значился. Уже даже никто не знает, где это, что это. Просто они не могут жить вместе. Тут, то, что мы упомянули, на самом деле, здесь, они не поместились. Здесь интересно, это Мишна приводит, Евгимория приводится. Было 10 чудес, когда евреи приходили в Эрд-Исраэль. Когда евреи приходили в храм, они могли видеть 10 чудес. И Мишна в Перкеа, вот, причем это было даже во втором храме, очень интересно, хотя во втором храме было сочетано меньше чудес, но было 10 чудес, вы можете посмотреть, в пятой главе Перкеа, вот, там перечислено 10 чудес, которые были в храме. Последнее чудо было, что когда евреи приходили в Иерусалим на праздники паломничества, никто никогда не говорил, что нету места, что тесно. На самом деле, представьте себе, понимаете, Иерусалим, это был не такой большой город. Все, все мужское население, они просто, знаете, в Умань, в Умань хасиды приехали на роде Шашанах, тоже, слава Богу, так, их много, слава Богу, чтобы их было побольше, чтобы в Израиле уже, в Иерусалим ездили. А тут все еврейское мужское население всего Ариц-Исраэль съезжалось в Иерусалим, и вы же понимаете, гостиницы, это не было многоэтажных гостиниц, не было там 20 этажек, и никто даже не сказал, что мне не хватало места. Так это было чудо, Мишна говорит, что это было чудо, но Радионис на общийся объясняет, что когда люди, и какие-то комментарии, когда люди живут в мире, когда люди живут и хотят друг другу помочь, и так далее, так они не обращают внимания, им таки не тесно. Когда люди уже, у них уже натянутые отношения, они уже никого-то не любят, уже неприятно. Так, да, вы, наверное, слышали, была такая шутка, когда сидит на рельсах, значит, рельсы сидит пьяница на рельсах, приходит другой пьяница, говорит, подвинься. Да, ну, то есть места нету, да, когда плохие взаимоотношения, так на рельсах может не хватить места, подвинься. Но когда люди друга любят, Гимора приводит, кстати, интересный пример, Гимора приводит, что когда два друга, и может, они на лезвии, интересно, на лезвии ножа могут сидеть. А когда, то есть очень маленькое такое место, а когда в ссоре, тогда же огромное место не хватит. В любом случае, в Иерусалиме, когда евреи собирались, когда они собирались, они, Миша это называет чудным, но в конечном итоге, у них была такая дружба, что никто не сказал, что нету места. Улота, к сожалению, с Авраамом, опять-таки, мы можем догадаться, чья-то была вина, написано, что пастухи, пастухи ссорились, они не могли жить вместе, и настолько докатилось, что они просто не могли, уже даже забыли, в чем была проблема. Если мы перескочим, перескочить немножко, несколько глав, уже Ицкок, это будет глава Толдос, 26 главе, Ицкок от пастухи, это уже Ицкок от пастухи, вырыли колодцы, и написано, это глава Толдот, и спорили пастухи от гора, то есть они жили в стране Арар, и местные пастухи сказали, что нет, это наш колодец, то есть был ссор, и пастухи Ицкока, на самом деле, вырыли этот колодец, то есть они его вырыли, но местные пастухи сказали, это наш колодец, это вы на самом деле его нашли, и началось. Так интересно, этот колодец, первый колодец, и он нарек, то есть Ицкок нарек этот колодец Эйсок, потому что спорили с ними, так Эйс, на самом деле, слово Эйсок, Эйсок, наши израильские зрители лучше знают, Эйс, на самом деле, это дело, мы утром говорим на Броху, на Тору, Лаасок, Бедеви, это дело, то есть первый колодец, Ицкок назвал, что было дело, было как бы заварушкой, так можно сказать, да, мы его вырыли, и местное население было недовольно, и первый колодец назвали Эйсок, то есть не все, не все так было просто, все, что-то произошло, Эйсок, что-то было какое-то дело, написано второй колодец, когда выкопали другой колодец, спорили так же и о нем, и он нарек его Ситна, так Ситна, корень Ситна, это слово Сатан, Ситна, это Син, Тес, ну, Ситна, это самое, что такое Сатан, Сатан, это он подталкивает и уже, тут другой, это уже не просто разногласия, то есть здесь первый колодец назвали дело, то есть там просто было замешательство, второй уже колодец назвали Сатан, Ситна, в смысле, что уже все, уже было безвыходное положение, уже тут не помириться, и, интересно, дальше тоже написано, и он двинулся оттуда, Ицка, когда увидел, что такое происходит, он переезжает, он уезжает, опять-таки, оба колодца вырыл он, на самом деле, прав был Ицхак, по идее, надо было, что значит, дело принципа, это же наши колодцы, это же наша земля, мы тут поле, мы тут копали, это самое, но Ицхак, когда второй колодец, он видит, все равно продолжается, уже забыли, кто где, кто вырыл, как родец, когда все, Ицхак все бросает, интересно, что третий колодец, после этого, он таки вырыл, третий колодец, его назвали, раховод, наоборот, что тут уже было все хорошо, было мирно, и, если посмотрите, комментарий задает вопрос, что это доктора нам рассказывает, про все эти колодцы, понятно, что это важно знать, но Ицхак, особенно, из всех праотцов, Ицхака биография, самая короткая, из всех праотцов, если Авраам, это наша недельная глава, посвящена ему, следующая недельная глава, посвящена Авраама, биография Ицхака, практически ничего не написано о нем, и вот тут, несколько предложений, именно вот о этих колодцах, теперь, во-первых, мы видим интересный урок, что на этих колодцах, нас Тора учит, как вести себя, когда есть разногласия, и махлойкость, сначала, если первый спор, вы видите, что начинается, второй, вы видите, что он уже, нельзя прекратить, уйдите, это то же самое, что сделал Авраама, это то же самое, что сделал Ицхак, и интересно, что Рамбан, на эти колодцы объясняет, что эти три колодца, получается, три колодца, первый, второй, и третий, когда они уже помирились, это символически намекает, на три храма, которые у нас будут, потому что колодец, это источник воды, точно так же, как храм, который в Иерусалиме, он источник, святой, святости, так Рамбан говорит, на самом деле, учитывая, что жизнь наших праотцов, это как, план нашей жизни, это история всего, еврейского народа, что произошло с нашими праотцами, то произойдет с нами, и эти три колодца, Рамбан говорит, это три храма, так может быть, добавить, что первый, второй храм, второй храм, написано было разрушено, почему? евреи вроде бы, во время второго храма все соблюдали, но у них не было единства, не было дружбы, у них, да, была ненависть, несмотря на то, что они приезжали и я то, что упомянул до этого, что вроде бы, же они, да, приезжали, да, мирно жили, на мудреце говорят, что у них была сенат хинам, у них была ненависть, из-за этого храм был разрушен, хоботс хаим, в своей книжке, которая так и называется, хоботс хаим, подчеркивает, что если храм был разрушен из-за этого греха без причины ненависти пока мы это не исправим сейчас от третьего храма не будет но здесь нам только говорит намек что да второй колодец это сытно это был спор потом яиц как двинулся оттуда он покинул это место то есть он покинул спор и тогда он достался третьего колодца раховод ширина рахов да у нас будет третий храм с божьей помощью когда евреи научиться мирно жить но и на примеры абрама вернемся к нашу недельную главу например и абрама и лота когда начиналась с мелочей но потом уже дошло того что просто на земле не могли вместе жить то же самое с колодцами и в реальной жизни вернемся теперь стороны то что сейчас происходит 21 век очень часто бывает печально что точно так же как с аврамом и лотом это близкие родственники были был дядя и племянник причем которые вместе жили и произошла ссора которую можно было может быть предотвратить но уже дошло до того что они не могли вместе жить иногда бывает причем что-то по глупости одна из можно много примера приводить вы сами можете догадаться но простой пример это когда болельщики двух команд это по классический пример не все не больше все люди болеют за какую-то команду но пример как понять без причины махлойки с беспричинная ссора который иногда доходит вот то что это трещина которая может взорваться когда бывает что там одна один человек болеет за одну команду один человек болеет за другую команду и они становятся ненавистки становится потому что как это как это и так и что это здесь по глупости причем как что у нас и болельщики команды сейчас само понятие болельщики команды это если вдуматься что же болельщики он таки больной может быть но ты ты что это команда твоя команды купил ты что туда деньги даешь так устроены есть такая все я решу же большие этой команды когда она выигрывает я Я доволен, я флажком махаю. Когда моя команда проигрывает, я очень расстроенный. И когда моя команда проиграла у команды моего, получается, соседа, значит, я его ненавижу. Откуда, где, когда. Теперь мой пример на командах. Вы сами можете понять. Иногда это другие команды бывают, иногда это что-то другое. Бывает такое, что если религиозные люди, еще более печально, религиозные люди, но если один человек, он придерживается одного течения, а другой придерживается другого течения, и уже, ну и что, мы же все верим в единого Бога. Один служит Богу немножко так, другой немножко так. У одного пояса такие, у другого пояса такие, у третьего вообще пояса нет, он стрижет их. Ну какая разница, мы же все служим в единого Бога. Но иногда бывает, это очень печально, что один человек не может идти в другую синагогу, внутри самой синагоги бывают ссоры, в любом случае, как и что надо делать это Авраам и Ицхак, они ушли опять-таки, понятно, что если вы уйдете если муж с женой поссорились и этот муж послушает этот урок и скажет значит, надо уйти он ушел, значит, он покинул это не то, что я имел ввиду сказать, но когда надо покинуть Махлойкес и даст Бог тогда еврейский народ достоится вот этого третьего колодца третьего храма после того как Лот уходит он ушел, он пошел в Сдом это важная тема как это Лот оказался в Сдоме кто такой Сдом, ну, мы можем и больше коснемся Сдома на следующей неделе возможно, блин, Эдер но Лот покидает, Лот покидает Лот покидает Авраама Лот идет в Сдом и потом написано была война на самом деле, если учитывая размер того мира как это можно назвать возможно даже мировой войной потому что мир был маленький тогда это было не так много лет после смерти но Ноех еще жил бы после потопа то есть Ноех по времени и Ноех и его дети то есть не так давно, что это было сколько там всего вообще людей было и была война четырех царей против пяти царей один из пяти царей это был вот этот Сдом и четыре царя они победили они победили, они захватили Сдом и они взяли в плен Лота спасшийся человек прибежал к Аврааму рассказал и Авраам бежит спасать своего племянника так интересно одно из объяснений что Лот был очень похож на Авраама комментарии говорят это приводится в Медреше что Лот внешне был очень похож на Авраама и когда те цари захватили Лота они на самом деле думают что они захватили Авраама то есть они думают что Авраам попал в плен получается что если Авраам попал в плен Авраам у него кличка кстати в нашей недельной главе она встречается Иври Иври это лавор это отделенный на самом деле на святом языке грех это авера это накоренные слова потому что когда человек нарушает что-то он переступает черту если так можно сказать что знаете Всевышний Кава прочертил красную линию и человек не дай бог через нее переступил так это он аверу делает так Авраам по-хорошему он был Иври весь мир нашему лицу был с одной стороны он был Иври он был с другой стороны и он всем говорил что есть бог на свете что не надо поклоняться идолам и он говорил 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 и тут те цари которые явно были против всех этих божественных речей Авраама они говорят а мы его споймали ну почему же его бог не помогает не без того были слухи там все говорили что вот а мы его бросили в огонь некоторые говорят что это не доказано кто скажет что это случилось его бросили а тут они говорят вот мы его споймали взяли в плен поэтому одна из причин что Авраам сразу бросился спасать Лота кроме того что было его племянник конечно но вдвойне он пытался спасти потому что это был хиллулашем это было сквернение имени бога уже весь мир говорил что этого большого раввина споймали взяли в плен это было сквернение имени бога поэтому авраам бросился не только ради спасти лота но бы чтобы не было сквернение имени бога интересно что после этой войны тоже когда царь с дома кстати царь дома забыл поблагодарить авраам если посмотрите написано без того чтобы сказать спасибо вам авраам его спас сразу ему сразу говорит да все бери себе вот это тебе все свои все твои трофеи и авраам говорит я клянусь я поднимаю руки вместо ду клятву что я не возьму не веревочки не 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 ремешка ничего не возьму чтобы не сказали что ты обогатил авраама опять таки уже все будут говорить все забудут что авраам бросился спасать что были чудеса что авраам их освободил все будут говорить а очередной раз евреи на этом деле заработали вот очередной раз сколько раз происходит наше время тоже когда еврейское еврейское государство помогает там кита разным странам потом говорят да ну это не потому что у них какие-то коры такая цель такая цель никто не благодарит и уже никто неправильно выразиться это часто бывает что когда еврей что даже что-то делает хорошее люди к сожалению пытается что-то в этом плохое и авраам появится что произойдет то же самое что не забудут что он сделал будут говорить что вот авраам на этом деле заработал поэтому авраам чтобы не было сквознение имени бога сказал я ничего не беру рассказывать интересную историю был в в манхэттене вошинтен хайтс был раввин знаменитый раввин он рапшименшваб рапшименшваб он там был много лет раввин но до того как он приехал в америку он был раввином в Германии он барвинов Германии потом убежал и интересно один раз он давал лекцию это был про золотого тельца на винта была барша скетиса и он сказал что грех затываться что еврея хотели сделать посредник а между евреями и богом а на самом деле узкого что евреев не нужен посреднем и можем напрямую разговаривать с богом нам не нужен посредник теперь на немецком языке посредник это Митлер. На английском тоже на Мерл, Митлер, на идише. Так посредник, посредине, это на немецком это Митлер. Так он сказал, что евреям не нужен Митлер. Надо ли говорить, что в синагоге, к сожалению, был один, кстати, еврей, который молился в Сталисе в Твилене и соблюдал вроде бы. Но он тоже назывался, был мой сыном, стукачом был, и он сразу доложил кому надо, что Робиндер сказал, что евреям не нужен Гитлер, Гитлер, Митлер. Понимаете, оно звучит одинаково. Сразу Робина вызвали то, что он назывался в органе, и он пытался, конечно, сказать, что это не то, что произошло. И мы сказали, ладно, иди домой, мы будем думать. И 8 недель он ждал, он не знал, он пытался не дозвониться, наконец-то он, когда он ему сказал, что ты понимаешь, если мы тебя не взяли, наверное, мы уже про это не занимаемся. Но написано, что 8 недель он ждал, что произойдет. И написано, что, и приводится, что он 8 недель, он сказал, когда он шел спать, он не переодевался, он спал в своем сюртуке. он спал в той же одежде, что он днем ходит, то есть он не надевал там пижамки, это там ночной халат. Он спал в своей одежде, почему он боялся, что если его схватят, его возьмут ночью, и, например, его там повесят, и будет висеть раввин в пижаме. Все будут смеяться. Так чтобы не опозорить, интересно, насколько человек думает, насколько человек, не только, понятно, что, я не знаю, он переживал за себя, не переживал за себя, может, он да, переживал за себя тоже, он был человек. Но человек думает, чтобы не осквернить, даже косвенно, чтобы не осквернить имя Бога, то, что называется Хиллу Лаше. Человек, мы потомки Авраама, всегда надо иметь в виду, что на евреев, причем, когда я говорю на евреев, не обязательно религиозно, нерелигиозно, всегда люди смотрят на евреев, всегда пытаются найти что-то, опять-таки я сказал слово, всегда часто, исправлю эту фразу, часто такое бывает, что когда евреи что-то делают, которое можно понять и хорошо, и плохо, обычно средства материнформации скажут, что было плохо. Когда, да, когда израильские захватчики убили или ранили несчастного мирного населения, мы все знаем, и не только в Израиле, это во всех странах мира, так когда евреи, особенно если евреи религиозные, особенно если у него есть борода, пейсы, шляпа, кипа, видно, что евреи, если у него есть большой нос, это тоже достаточно, видно, что он еврей. Всегда надо вести себя в несколько раз более аккуратно, и даже когда мы правы, неправильно поступать никогда не надо. Да? Неправильно себя вести, не дай бог воровать, не дай бог нечестно вести себя, как-то плохо вести себя, понятно, что нельзя. Даже когда человек прав. Авраам на самом деле по всем законам войны мог все это себе забрать. Но всегда человек должен быть в несколько раз более аккуратен, чтобы не сказали, вот опять-таки евреи, и так далее. Интересно, что если вы посмотрите, Авраам, который не взял себе ни копейки, он своим соратникам разрешил взять. То есть интересно, что от себя он, конечно, ничего не взял. Он сказал, что я не беру себе ни нитки, ни ремешка. Но потом написано, что на войну пошли его там соратники, и он разрешил взять. Он сказал, да, пусть они берут. То есть он царю Содомского сказал, пусть они берут. Авраам подчеркивает, что иногда человек хочет на себя что-то взять, какое-то более строгое, какое-то, строжить себя. Если, например, что-то не хочет кушать, человек должен быть на какой-то более, более высокий уровень религии, человек, что-то бывает. То есть есть разные, есть разные уровни, есть программа минимума, то, что, то, что написано в шелхана рук, это все должны соблюдать. И иногда рекомендуется поднимать немножко больше. Есть, например, разные, причем это разные, разные примеры, просто кашут, это самый такой простой на кухне пример, когда есть вещи, которые можно, на самом деле, с точки зрения шелхана рук, на самом деле допустимо. Но очень много еврейских хозяйок и так не делают. То же самое с другими вещами. Теперь иногда человек хочет устражать. Хабадзхан говорит, он имеет право себе устражать, но он не имеет права на других насильно класть устражения. Теперь есть разница, понятно, что если у вас есть дети, у кого-то есть дети, как бы вы должны воспитывать. Часть воспитания, правильного еврейского воспитания, конечно, вы должны воспитать ваших детей, чтобы они соблюдали на вашем уровне. Это другое. Но просто так на кого-то накладывать, на своих знакомых и так далее, человек должен знать свои границы. С другой стороны, надо быть аккуратным, чтобы не получилось наоборот. Да, ничего страшного, они все равно ничего не соблюдают. С другой стороны, если вы, например, знаете, что у вас какие-то знакомые, которые не соблюдают кашуру, пока что, и у вас какой-то там некошерный продукт есть, жалко же выбрасывать. Так мы им дадим, они же все равно ничего не соблюдают. Это тоже нельзя. Потому что хоть они, может, и не соблюдают, но они, они евреи, они должны, они не имеют права кушать некошерный, вы не можете это им давать. То есть, с одной стороны, нельзя слишком устражать, с другой стороны, конечно, вы не имеете права разрешать другим просто нарушать. Надо делать посреди, то, что с Авраамом произошло. Авраам себе он ничего не взял, но своим соратникам со своим, он сказал, что вы можете, вы можете брать. Дальше, кстати, я упомянул, что Авраам, его назвали евреи, что он был, если так можно сказать, отшельником. Слово евреи, он был отделен от всего. С другой стороны, так вы думаете, там действительно, там какой-то, ни с кем не общался, там где-то жил, со всеми ссорился. Нет. Написано в начале недельной главы, что когда Авраам поехал в Святую Землю, написано, что Авраам с собой взял многих людей, которых он приобщил к той. Комментарии это объясняют, что у Авраама было много очень учеников. И когда он переехал, они все, у него как бы Рошешива, если так можно сказать, он был Рошешива, и у него было много учеников. Так интересно, что с одной стороны он был еврей, он был отделен от всех. С другой стороны, у него было много учеников, например, мы будем учить на следующей неделе, когда у него было очень много, как он приглашал, много гостей, к нему приходили гости, у него было много знакомых, у него была целая Ешива. Так это очень интересно, это очень интересный баланс. С одной стороны, он знал, что можно, что нельзя. Он знал, что есть Бог на свете, он все соблюдал. Написано, что Авраам соблюдал все Тор, он сам догадался, настолько он настолько себя как бы осветил, что он сам своим умом дошел практически все заповеди Тора он соблюдал. И его нельзя было переубедить, он делал то, что надо делать. Но с другой стороны, он умел работать с людьми. Иногда бывает, к сожалению, что человек очень-очень религиозный, очень-очень, и это хорошо, но, к сожалению, с другими людьми он не может контактировать, он не находит с ним, и у него нет общего языка с другими. С другой стороны, бывает человек, что он со всеми такой хороший, дружит, все дружит, но, к сожалению, это за счет его уровня религии, да, он со всеми дружит, он там, да, все его очень любят, но, к сожалению, это за счет чего его все любят, потому что он не все соблюдает. Так Авраам нас учат, опять-таки, мы должны же ведь учиться от наших праотцов, что не надо говорить, что для того, чтобы, знаете, заниматься керумом, приобщать, наших родственников, знакомых к религии, надо иногда, знаете, некоторые вещи нарушить и так далее. Нет. Авраам, он был еврей, его называли еврей. И тем не менее, у него было много, его очень уважали, приводится несколько раз, история подчеркивается, насколько Авраама уважали, его богословили. Хоть он был еврей, но с другой стороны, его любили и уважали. И интересно, Хавацхай им говорит, что на Суккот мы трясем четыре, не так давно был Суккот, меньше месяца, мы трясли четыре растения. И Мудреце говорит, что Ива не имеет ни вкуса, ни запаха, а трог наоборот, он и вкусный, и с запахом. Мир-то хороший, имеет запах, и лулав, то есть финики, вкус, но не запах. И Мудреце говорит, что разные части еврейского народа. Есть люди, которые и учат Тору, и делают хорошие дела. Есть люди, которые не учат Тора, не делают хороших дел. Есть только Тора, и только хорошие. Замечательно. Так вот, Схангрия, это очень интересная вещь. Это рок, когда мы трясем четыре этих растения, они все вместе. Но после того, мы потрасли, те три растения остаются связаны вместе, а трог отдельно. Так вот, Схангрия, что Талмит Хахам, это рок, это рок, то есть символизирует человека, который и учит Тору, и делает хорошие дела. Он должен знать свое место. То есть, с одной стороны, раввин, а на самом деле, в наше время, очень часто, любой религиозный еврей, особенно из бывшего Советского Союза, которому надо работать с людьми евреями, которые, к сожалению, далеки от всего, это он мини-раввин. Он может быть по профессии и не раввин, но его церковь раввина. Так вот, Схангрия говорит, что раввин, с одной стороны, он должен быть, когда делать митцву, когда надо трясти улаву, он должен быть со всеми. Надо быть приятным и со всеми замечательно относиться, чтобы были хорошие отношения. Но Грехов, все надо знать свое место. Это не должно ни в коем случае происходить, ну, понимаете, у меня знакомые, они делают день рождения, ну, как я могу не прийти? У меня у знакомого сын женится, ну, как я могу на свадьбу не прийти. Я не уверен, что он женится на еврейке, по-моему. Я даже не забыл спросить, ну, я же должен прийти, это же мой знакомый, это мой хор, мы в одном классе учились. Понимаете? Есть вещи, которые религиозный еврей не может допустить, есть вещи, которые он может, есть вещи, которые надо устражать. Так Авраам нас научил, что это не противоречие, можно быть и евре, с другой стороны, можно, чтобы вас уважали, можно быть и трогом, но вы должны знать свое место. Дальше много интересных моментов после, опять-таки, после того, как Авраам спас Лота, он не только спас Лота, то есть, мы сейчас обсудили с вами, он, приводится, что он спас весь дом, всех этих царей, всех пяти царей. Теперь с дом, мы более ярко увидим это внешнее, на следующей неделе, с дом, это был полная противополучность Авраама. Если Авраам, он пытался сделать хорошее, хорошее, и это самое, и всем все хорошо, то с дом все было наоборот. С дом приводится, докатились они до того, что их уничтожили. Приводится много мэдэши, что в доме происходило, как они убивали, как они не давали никому делать что-то хорошее. То есть дом, это был полный, если Авраам приглашал гостей в доме, это было смертное оказание. Если Авраам пытался сказать, что есть Бог на свете, в доме, наоборот, всегда пытались сказать, что нету Бога на свете. То есть, это были те люди, которых, по идее, Авраам должен был больше всех ненавидеть, терпеть не мог, и так далее. И Авраам их спас. Авраам их освободил. На самом деле, он мог прийти, он мог прийти, взять своего лота любимого и уйти. Но он спас их, он их освободил. Более того, ничего у них не взял. Более того, на следующей неделе, когда Бог говорит ему, что я буду уничтожать весь этот город, Авраам начинает молиться, незачем, вдруг там будут садики, давать спасти. Его неуслышны были молитвы. Но интересно, что Авраам, он помнит, Авраам это хесад, Авраам это милосердие. И Авраам, он настолько в себе контролирует эту ненависть, у него не было такой вещи, как ненависть. Даже люди, которые полную противоположность, то есть мы начали в начале нашей лекции, что бывает, когда люди уже ссорятся, уже не помнят, почему они ссорятся. У Авраама не было такой вещи. И поэтому Авраам их таки да, спас, и Авраам да, за них молился. Теперь тут тоже должен быть баланс. Потому что точно так же, что мы упомянули до этого. Это не значит, что Авраам следовал ихними путями. Это не значит, что Авраам говорил, да, надо, чтобы с ним в хороших отношениях быть, надо немножко быть, как они. Ни в коем случае. Но есть интересно, царь Соломон сказал, что когда кто-то будет наказан из-за цадика, цадик тоже страдает. Это очень интересно. Гемора приводит, что, например, написано, что на выходной царь он ослепил циткиоу, царя циткиоу, он на нем издевался. Написано, что поэтому на выходной царь был страшно наказан на будущем мире и так далее. Так приводится в Гемора, что циткиоу из-за этого тоже был наказан. Поскольку из-за цадика кто-то страдает, заслуженно страдает, так царик тоже немножко, как бы, немножко что-то тоже у него плохо. Такое очень интересно, что царик не хочет даже решаем, даже злодея, которые действительно заслуженно будут наказаны, для царика это плохо. И поэтому Авраам, он всегда молился, интересно, приводится в Геморье, история в Геморье, это уже тысячи лет после этого. У Рабнейра были соседи, которые ему, то, что называется, не давали жить. Они плохо себя вели. Гемора не входит в подробности, но если Гемора говорит, что они его не давали жить, значит, так оно и было. И Рабнейр хотел помолиться, чтобы они просто умерли. Причем Рабнейр, это один из владельцев Талмода, но Рабнейр, это тот Рабнейр Баланес. Если вы живете в Израиле, в Израиле, в Твери есть его могила. Знаменитый Рабнейр Баланес, приводится, что если кому-то нужно что-то, какое-то спасение, надо дать сдоку, чтобы это было для Рабнейр Баланеса возвышение души, это помогает. То есть он был один из святых мудрецов Талмуда, с ним происходили чудеса. Если он начал молиться, чтобы они умерли, наверное, они бы скорее все-таки умерли. И жена Рабнейр от него пришла, она услышала, что происходит, и Рабнейра, жена сказала, и возле Брурия, она, кстати, интересно, она несколько раз встречается в Талмуде, она ему сказала, зачем ты молишься, чтобы они умерли, молись, чтобы они исправились. И Рабнейр, я послушаю, так и так оно и было. Так интересно, вместо того, что в наше время, разве что, если там какой-то Амаликитянин, знаете, Амаликитянин, в Торе написано, что мы должны ненавидеть Амаликитянина. Но когда мы говорим о евреях, даже если он совсем не религиозный, он, к сожалению, он не ведет себя как положенный еврей, он нарушает субботу, он антисемит, к сожалению, есть много еврейских антисемитов, да, но никогда, мы можем ненавидеть его плохие вещи, но его, как человека, никогда нельзя ненавидеть. Если вы, я не хочу приводить фамилии и так далее, но есть, к сожалению, есть в истории еврейской, было много таких людей, к сожалению, евреи по национальности. Так Равмейер нас научил, что надо молиться, не чтобы они, чтобы они, вспомните начало нашей главы, вспомните начало этого урока, благословляющий тебя, будет благословляющий, проклинающий, наоборот, наоборот, надо молиться, пусть они вернутся к Богу, пусть у них будет все хорошо, пусть они одумаются, пусть они, знаете, мне когда-нибудь рассказывают историю, к сожалению, мне иногда рассказывают историю, какой-то еврей по национальности вот не про куска на что он сделал что натворил что я обычно говорю пусть не будет рифа ушла им пусть он излечится человек никогда грешит гемора говорит это просто он какая-то к болезнь пусть богом пошлет все было все хорошо это то что делал наш про отец авраам это что делал браб мейер и наше время опять-таки мы желаем мы начали наш урок с того что если вы думаете даже хорошо обидеть евреев у вас будет браха и не дай бог не наоборот если какой-то махлойкис начинается начинается какая-то 40 это разногласия иногда начинается начинается с дела потом начинается сатан и выход из положения или прекратить или уйти это то что сделал авраам это тоже сделать с хак и с хак гостонуса 3 колодца после того как он ушел был 3 колодец который намекает на третий храм то что мы ждем да с бок который будет устроен мы должны всячески избегать любого махлойкиса мы учили аврааме который спас который спас лота чтобы не был их и лошадь чтобы не сквернить имя бога надо всегда следить как мы себя ведём где мы говорим что мы говорим чтобы не давал мне было скринение бога как кучу манжу очень переживал чтобы не дай бог не было скринения бога если человек хочет он может устражать что-то для себя надо иметь в виду надо быть баланс не приходите эти устражения на других и авраам еврей с одной стороны он был отшельник он отошел от всех он сказал что надо делать то что бог хочет но с другой стороны он был хороших отношениях со всеми и он молился даже даже молился за эти грешников он пытался им помочь и то что мы должны сделать что все грешнее из мог написано что наш и я даже прийти когда все поколение будет или грешников или к садиков мы должны действительно молиться во первых надо с собой конечно работа что мы были садиками многие из нас уже слава богу мы мечтали молиться что действительно что у нас не была ссора не было споров чтобы все евреи удостоились достичь своих высот что у нас действительно было брака и что мы действительно Tae ces 3 було 3 храма 3wo колодца До встречи в следующем году в Иерусалиме.